Доброго времени суток всем! Меня зовут Дарья и добро пожаловать на мой канал Дарья Криель. Если вы не первый раз на канале, то наверняка видели фон с миг и градиентом в конце каждого видео. Вы досматриваете видео до конца. Вот так он выглядит. Как же сделать такую красоту, спросите вы? Очень просто и к тому же совершенно без плагинов. Все только встроенными сетками After Effects'а и Illustrator'а, в котором я заранее подготовила к Диэмпинфону. В общем, будет очень сочно и давайте скорее начинать. А начнем мы с иллюстратора и сделаем там заготовку для нашей композиции. С помощью инструмента Rectangle Tool создаем прямоугольник. Отлично! У меня заранее подготовлены три цвета, которые мы будем использовать. Вы можете выбрать любые другие по своему вкусу. Выделяем прямоугольник и выбираем инструмент «Градиент». Настраиваем градиент, опять же, по своему вкусу. Я сделаю несколько слайдеров, штук 8 где-то. С помощью пипятки раскрасим их. Немного раздвинем. Так, супер! Прикольно получается! Сохраняем нашу заготовку. Если у вас есть лишние элементы, вот как у меня сейчас сводчи, например, ставим галочку в этом окне и арт обрежется по рабочей области. Переходим в After Effects, создаем композицию и добавляем файл, который мы только что создали в проект. Переносим его в композицию. Подправим размер. Отлично! Теперь сделаем блики, которые впоследствии будут переливаться. Для этого создадим Solid Layer. Добавим на него эффект Fractal Noise. Для этого идем в эффект Noise in Grain – Fractal Noise. В Fractal Type выбираем Dynamic Progressive и в Complexity выставляем значение 1. Окей. Анимируем по параметру Evolution. Выставляем первый ключевой кадр и вводим выражение Time умножить на 100. Теперь на протяжении всей композиции наш шум будет двигаться. Поменяем режим наложения на Lighten, чтобы видеть только белые элементы. Супер! И я добавлю еще Glow Effect. Он находится в обкладке Stylize. Увеличиваю это значение до 90%. Окей. И сделаем из этого Pre-Compose. Назовем Noise. И теперь добавляем на эту композицию эффект Liquify. Находится во вкладке Distort. Дальше все супер просто. Вы можете выбрать любой инструмент, какой вам нравится. Тут все интуитивно понятно. И каждый инструмент подписан. Содержит иконку, показывающую, что именно будет происходить с вашей композицией. Мне нужен только первый из них Warp. Я выбираю размер кисти и силу нажатия. Окей. И произвольно изменяю рисунок, как мне хочется. Если в процессе у вас вылезли черные части, можно решить это либо вытянув обратно за границы, либо просто увеличив размер всего слоя. И я думаю, что вы все, конечно, знаете, но на всякий случай все же озвучу. Если вам в какой-то момент перестало нравиться то, что получается, вы всегда можете нажать вот здесь на Reset и начать все сначала. Добавшись приемлемого результата, мы можем анимировать композицию. Ставим первый ключевой кадр в начале. Передвигаем на требуемый вам отрезок. Я поставлю в самый конце. И ставим второй ключевой кадр. И меняем теми же инструментами композицию еще раз. Когда закончим, можем посмотреть, что получилось. А получилось очень сочно и красиво. Мне это навеивает что-то вкусное. Фруктовое пюре, карамельки. А какие у вас ассоциации? Напишите в комментариях, мне интересно. И я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то обязательно поставьте ему лайк. Если нашли что-то полезное, то не забудьте подписаться на канал, мне будет очень приятно. Все файлы этого проекта вы уже сможете найти на моей страничке на Patreon. Ссылка на нее будет в описании под роликом. И как обычно, если остались вопросы или есть предложения для новых роликов, то пишите все в комментариях. Я все читаю и всем стараюсь ответить. Ну а мы увидимся с тобой же в следующем видео. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok